Бизнес-форум «Наше дело» собрал предпринимателей из Одинцовского района, Власихи, Краснознаменска и Извенигорода. В нем приняли участие более 150 человек. Свободных мест в конференц-зале не было. Мы поддерживаем такие мероприятия, потому что считаем они как не лекционные залы, они больше с практическими вопросами и с практическими проблемами, которые могут обсудить предприниматели и бизнесмены на данной площадке. Помимо этого, мы как администрация хотели бы рассказать о тех наших новшествах, которые мы уже сделали для кооперации предпринимателей на территории его района. Организатор форума «Торгово-промышленная палата» ставит перед собой задачу выстроить взаимодействие между бизнес-сообществами и объединить предпринимателей Одинцовского района и смежных территорий. Форум «Наше дело» организованный «Торгово-промышленная палата» и при поддержке администрации и ряда компаний-членов «Торгово-промышленной палаты» проходят специально в эти дни, в преддверии известных событий, которые состоятся 18 марта, для того, чтобы и власть могла донести до делового сообщества те изменения, которые уже произошли, услышать представителей делового сообщества о их проблемах, чаяниях, чтобы, возможно, в этот самый ответственный период появилась возможность внести некие коррективы, разработать программу на будущее с тем, чтобы создать еще более благоприятный климат для инвестирования в Одинцовский район. Заместитель руководителя администрации Павел Кондратский в своем докладе выделил несколько направлений, которые позволят скооперировать предприятия Одинцовского района. Он рассказал, что на портале кооперации Московской области можно автоматически подбирать клиентов и поставщиков. Сегодня здесь зарегистрировано свыше полутора тысяч предприятий. Кондратский добавил, что Одинцовский район первым в России внедрил систему электронного торгового реестра. Она представляет собой онлайн-карту, на которой отображены все объекты торговли. Заработал Всероссийский проект Сбербанка по повышению бизнес-грамотности «Деловая среда». В данной системе предприниматели смогут узнавать всю необходимую и актуальную для них информацию. В течение нескольких часов в конференц-зале выступали представители контрольно-надзорных органов, которые рассказали предпринимателям о мерах поддержки, изменениях в законодательстве. Желающие смогли задать различные вопросы и получить на них ответы. Главный архитектор Одинцовского района Кирилл Завражин рассказал о едином архитектурном облике города. Сегодняшняя цель – погрузить вас в одно информационное поле, как раз отличить то преимущество, до чего вы сюда пришли. Я вам расскажу, в чем принципиальная будет отличие от тех правил согласования, разработки информационной конструкции, от того, что сейчас есть. Покажем пару-тройных удачных примеров и основные принципы, по которым работает принятие решения. Главный государственный налоговый инспектор Межрайонной и ФНС номер 22 по Московской области Иван Кирсанов рассказал об основных изменениях в налоговом законодательстве и работе контрольно-кассовых аппаратах. Также участники форума узнали о специальных предложениях от финансовых компаний, выгодных процентах и бонусах, подарках клиентам. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.